Когда я планировал кухню, я о вытяжке сильно не задумывался, какую выбирать. И купил то, что мне посоветовал консультант в ИКЕ. После нескольких месяцев использования стали ясны недостатки такого типа вытяжек. Сначала посмотрим на неё. Она достаточно мощная и не совсем громкая. На первом режиме она дует уже достаточно хорошо. Освещение LED полностью устраивает, очень светлое. В нашем доме нет шахты вентиляции, так как нет газовых коммуникаций. Поэтому вытяжка работает в режиме рециркуляции. То есть всасывает дымку над плитой, фильтрует и выдувает в потолок. Все плюсы и минусы такой системы я назову чуть позже. И можно ли сэкономить на отоплении при такой системе? Но сперва о главном разочаровании этой модели. В чём огромный недостаток? Зона всасывания находится прямо над задней половиной варочной поверхности. Обычно в таких вариантах выдвигается козырёк. Но его тут нет. Кстати, такой козырёк особенно не помогает. Он не всасывает воздух, если вы внимательно посмотрите. Это просто планочка, которая вам мешает заглянуть в кастрюлю. Так вот, почти всегда используются только передние зоны готовки. Зачем вы полезете на дальние зоны, если передние удобнее? Очень редко, когда вам нужно ставить на плиту больше, чем две кастрюли. Но испарение и дымка от передних плиток поднимается как раз мимо всасывающей зоны вытяжки, которая сдвинута слишком далеко назад. Больше своей частью пар идёт мимо на дверцу шкафа, а капельки жира покрывают эти лампочки со временем и эту кнопочку, которая не выглядит очень надёжной. Возможно, через несколько лет или через несколько месяцев жирный налёт будет уже мешать пользоваться этой кнопкой включения. Огромный вопрос к инженерам, которые проектировали эту вытяжку. Почему бы лампочки не сместить в сторону стенки, а зону всасывания сместить максимально вперёд и сделать более надёжную кнопку где-то в уголке, чтобы брызги не особо попадали на эту кнопку? Неужели это инженеры специально сделали вытяжку задом наперёд? Поэтому, когда выбираете вытяжку, обращайте на это внимание. Теперь о режиме рециркуляции. В этом режиме вытяжка работает шумнее, чем если бы воздух отводился в шахту. При этом дополнительно были куплены два фильтра с активированным углём. Прошло больше полугода, но остаточный запах в этих фильтрах пока не беспокоит. Хотя со временем эти фильтры так или иначе придётся менять. Из-за того, что на пути потока воздуха стоят эти фильтры, также немного добавляется шумность. Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно выводите вытяжку в шахту. Не нужна вам рециркуляция. Вы не сэкономите на отоплении больше, чем стоимость фильтров. А на самый верх трубы я купил вот такую решётку с Алиэкспресс, которая отводит поток воздуха в сторону, а не просто в потолок. Сейчас на экране вы можете ознакомиться с техническими данными вытяжки, а также узнать цену. В следующем видео будет обзор всей кухни из Икея, которую я собрал сам с ценами. Надеюсь, этот обзор помог вам. Оценивайте видео, пишите свои комментарии. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!